девушки сидели в кафе что-то тихо обсуждали за чашечкой ароматного капучино понимаешь говорила подруги настя мы с петром вместе уже пять лет и вроде все у нас хорошо и квартира есть и взаимоотношения самые нежные но я ничего не понимаю я отказываюсь понимать его какие-то дебильные принципы он говорит что любит меня старается все сделать для меня любой мой каприз всегда исполнен и я не пользуюсь его любовью а искренне его люблю таким какой он есть и принимаю его всего целиком всегда стараюсь все сделать чтобы любимый был счастлив но мысли о юридическом оформлении нашего сожительства все чаще и чаще посещают мою голову ну как так жаловалась подруги девушка если мы любим друг друга в отношениях все идеально мечтаем о ребенке то чем мы не семья что плохого в том если мы распишемся однако петр даже слышать не хочет о свадьбе я уже всячески намекала ему но все безрезультатно он либо уходит от ответа либо лепечет что-то невнятное а тут недавно заявил что это у него принцип такой он решил никогда не жениться оставаться свободным и независимым при грози что уйдешь от него посоветовала подруга у одной моей знакомой парень на такую ловку клюнул вот и твой петр поживет без тебя недельку и прибежит с колечком как миленький все же знают как он тебя любит но настя не хотела расставаться с любимым от одной только мысли о разлуке щемило сердце нет не вариант я так не могу я вообще против любого шантажа и насилия над личностью начинать семейную жизнь с обмана и уловок нет это не мое тогда ради от него ребенка ему в любом случае придется жениться родственники заставят опять завелась подруга эта мысль прочно засела у насти в голове но в связи с врожденной порядочностью девушки она решила обсудить этот вопрос с любимым сама решение за такие ответственные шаги в жизни она брать на себя не хотела через пару дней настя была морально готова к разговору она накрыла на стол купила бутылочку хорошего вина зажгла свечи когда с ужином было покончено девушка посмотрела прямо в глаза своему парню и волнуясь задала вопрос петя как ты смотришь на то чтобы у нас появился малыш замечательно молодой человек улыбнулся и вдруг забеспокоился а ты что беременна нет пока нет я же не могу принимать такие решения одна улыбнулась настя вот решила у тебя спросить ну конечно же я за только ребенок же не может расти в неполноценной семье вкратчиво произнесла девушка ты же понимаешь меня пётр понял на что намекает любимая но ему не хотелось портить вечер поэтому он ответил давай дождемся рождение малыша а там разберемся настя поняла это как согласие на рождение ребенка и будущее замужества она стала читать умные книги и мониторить интернет на предмет как лучше использовать подготовиться к беременности и вот через несколько месяцев на экспресс-тесте она увидела две полоски радости девушки не было предела но она все же решила не торопиться и записалась на прием к врачу чтобы быть на сто процентов уверенной и только после этого сообщите радостную новость любимому последнее время находясь в эйфории от предстоящей беременности и замужества девушка даже не заметила как изменился ее возлюбленный у петра уже пару месяцев как завязался бурный роман с дочкой владельца крупной компании в которой мужчина занимал не последнюю должность а поскольку карьера для него была очень важна и должность начальника подразделения была очередной ступенью в жизни то он решил что интрижка с альбиной поможет ему в продвижении по карьерной лестнице но дело повернулось совсем по-другому альбина влюбилась в него и вцепилась мертвой хваткой хищницы женитьба на ней сулила еще большие перспективы и к черту все его принципы по поводу мужской свободы и независимости и вот когда он уже был готов объявить насти о своем решении расстаться бывшая возлюбленная сообщила ему о своей беременности эта новость повергла петра в шок но он виду не подал наоборот изобразил наигранную радость что же делать вертелась в голове у парня жениться на насти значит потерять альбину навсегда не жениться и скрыть что у него беременная подруга но тайная всегда становится явным как это воспримет альбина он предсказать не мог черт этих баб разберет в обоих случаях он может потерять все о чем мечтал в последние несколько месяцев оставалось одно избавиться от насти и ребенка причем самом прямом смысле этого слова потому что на аборт подруга сто процентов не согласится значит убирать надо сразу обоих раз в месяц настя ездила навестить свою мать которая жила в деревне в соседней области ехала как правило поездом потом шла несколько километров через лес в голове у петра созрел план накануне отъезда насти он купил недорогое колечко в ювелирном букет цветов и бутылку шампанского встав перед будущей в кавычках невестой на одно колено он ей надел на палец обручальное кольцо и сделал предложение руки и сердца потом налил ей в бокал шампанского предварительно подмешав туда какой-то отравы потом предложил ей покататься на машине когда настя потеряла сознание петр отправился в тот лес через который девушка всегда со станции добиралась до своего родного дома там он и спрятал безжизненное тело насти в каком-то глубоком овраге прикрыв его ветками и валежником в сумочке у нее был железнодорожный билет документы и пустой кошелек петр был уверен что смерть девушки свяжут с на нее неизвестных ради грабежа свое детство максим провел в лесу отец его был лесником поэтому они жили на кордоне маме такая жизнь не нравилась отец просто не мог жить без леса и природы когда максиму было семь лет мама собрала вещи уехала сначала в райцентр а потом и в город отец и не пытался ее отговорить максим знал что последнее время все разговоры и ссоры между родителями были из-за этой лесной жизни вскоре мама подала на развод вышла второй раз замуж и окончательно обосновалась в городе мальчик остался с папой из деревни на кордон к ним переехала жить бабушка мать отца без хозяйки двум мужчинам было не справиться с домом и вот уже нет в живых отца а максим все также живет с бабушкой в той же самой избе что и прежде теперь он охраняет лес вместе со своим верным другом волком по кличке вихрь к полудню они почти закончили обход своего участка и возвращались домой там ждала бабушка с горячим обедом вдруг волк напрягся и весь превратился в слух остановился и максим прислушался звук удаляющегося автомобиля удивил его кто в такое неприветливое время еще заглядывает в лес на дворе осень дожди туман и сырость пора грибов прошла вихрь рванул в ту сторону откуда доносился звук максим поспешил за ним волк точно почуял что-то неладное иначе он бы так не среагировал пока лесник бежал пробираясь сквозь бурелом и перепрыгивая через стволы упавших деревьев волк скрылся из вида нашел его максим на дне глубокой ямы тот уже успел раскопать тело насти жизнь мне еще еле-еле теплилась как огонек свечи бабуля сделай хоть что-нибудь умолял максим ведь ты все можешь я не обещаю но попробую сказала бабушка кто же с тобой такое сотворил милая и за что причитала она прошло несколько часов прежде чем старая травница закончила колдовать над телом насти отравили ее максимка беременная она вот что но жить будет и ребеночек тоже я ее одним секретным отваром напоила молодая крепкая красивая выкарабкается кстати надо сообщить о преступлении куда следует да завтра пойду в село к участковому а сегодня уже поздно надо отдыхать сказал максим снимая сапоги пётр всю ночь не спал он понимал что натворил но было уже поздно на следующий день какая-то неведомая сила усадила его в машину и он опять поехал в лес к тому самому оврагу только не знал зачем он уже себе не принадлежал правду говорят что преступника всегда тянет на место преступления максим с волком шагали в село к участковому скоро тот самый овраг где они вчера нашли девушку машина откуда тут машина пронеслось в голове у лесника а волк уже стоял на краю оврага последнее что увидел пётр подняв глаза к небу в последний день своей свободной жизни это оскалившуюся волчью пасть и дуло ружья понравилась история ставьте лайк и подписывайтесь на канал впереди еще много всего интересного всего доброго доброго